Мы в автосалоне Audi Челябинск, именно отсюда стартует наш проект интервью по дороге. Ты хочешь всех выиграть, всем круто хочешь доказать. Постоянно этот режим спорт, все время спорт, спорт, не принадлежишь себе. Ты все ноги разрезаны, ты бежишь домой, получаешь по шее. Нас снимали из-под тишка. Я такая, в смысле, я допер. И я помню, я как села, мне как затошнило жестко прям. Я такая, это что это вообще, как это вообще может быть-то вообще, вот как это может быть? И я не понимаю, за что он меня так казнил. Я просто могла плакать и ездить в суды, защищаться, что это не так. И в этот период я поняла, что что-то не то. Пробовала даже бросики к бешку. А поедем мы сегодня на стильном кроссовере Audi Q3. Про него говорят, серьезный как Audi, не скучный как Q3. Модель Q3 Sportback, экспрессивный, выразительный дизайн. Решетка радиаторов восьмиугольном стиле, сингл фрейм называется она. За счет нее достигается, на мой взгляд, такая небольшая спортивность. Модный тренд, это сейчас новая технологичная мультимедиа, полностью сенсорный экран с аудиооткликом, электронный щиток приборов. Автомобиль идет с двухлитровым бензиновым турбированным двигателем, мощностью 180 лошадей. Куда мы сейчас поедем? Я предложила поехать в Челябинске на Чимозе, там, где я родилась, где жила до шести лет с мамой, с папой и с бабушкой по папиной линии. Я там до шести лет прочувствовала все. Как это быть самостоятельным? Как, когда тебя обижают и тебе надо сдать сдачи? Ну и, в общем, там, становление вот этих 90-х, я родила в 90-м году, и с едой было понятное дело, ну, большинство напряженка, дефициты, и пошли вот эти каражи детей, там, переманила, там, подавези, там, за конфетку, там, садись ко мне в машину. Вот это я там тоже переживала на Чимозе. Потом, ну, вот эти вот всякие детские шалости, там, взорвать шифер, там, баллоны, там, объесть кого-то, там, какую-то яблоню. Ну, это реально то место, где меня подпитывает энергией, что у меня там ностальгия. Ну, я действительно каждый год, каждое лето, я либо вот в этот сезон, в апреле туда приезжаю, ну, как бы на пару часиков просто остановиться в этом дворе, ну, и посмотреть. У меня, конечно, есть еще безумное желание пройти в ту квартиру, где я росла, смотреть, как это сейчас. Скажи, пожалуйста, какой у тебя опыт общения с журналистами? Помнишь ли, когда первый раз тебя спрашивали, появилась ли какая-то уверенность со временем? Большую часть времени мы тренируемся, и я даже, ну, недостаточно практики, я бы сказала, для того, чтобы общаюсь я с журналистами. В основном это какая-то пресса, где записывают на диктофон, где можно там расслабиться, и, ну, на камеру не смотреть, не думать о том, что тебя снимают. Вот. И когда я даю интервью на камеру, это все время такое мандражное событие. Стресс. А какие-то интервью о себе и о жизни были ли, да, и насколько тебе это все легко дается, насколько ли там коллеги мои там под кожу могли лезть, что-то, ну, не очень такое спрашивать. Ну, в начале, когда только началось интервью про мое прошлое, там, да, про мое детство, были немножко перековерканы некоторые там выражения, или либо заголовки были такие жесткие, которые меня прям, ну, сильно цепляли, даже до сих пор там цепляют. Ну, там, допустим, рассказывал про свое детство, там, как у меня с бабушкой были конфликты, и как это все было не очень. Ну, и потом заголовок был «Меня оббили, я терпела». Ну, как бы, что это вообще, и в газете там. Ну, конечно же, я после этого с этим человеком, с этой газетой стараюсь вообще никак не пересекаться. Чем ты сейчас живешь? Какой у тебя график? Что тебя волнует в этой жизни? На что обращаешь внимание? Сейчас у меня, конечно, спорт, как обычно, на первом месте. Все мои извилины направлены только туда, и тем более впереди Олимпийский год. В 2022 будет Олимпиада в Китае, и мы планируем туда поехать. На следующее, где-то в Италии, по-моему, будет Олимпиада в 20-26, получается. Мне там будет 36, вот-вот исполнится. И, в принципе, еще, конечно, можно участвовать. Вот у меня сейчас уже 31 исполнилось, у меня уже есть такое какое-то переосмысление жизни. Потому что все время спорт, спорт, и ты как бы не принадлежишь себе. Ты живешь в ежеме постоянно. У тебя есть график, у тебя постоянно тренировки. Три дня тренируемся, это 6 где-то часов, и потом на следующий день у нас либо отдых, либо полдня тренируемся, ну так, по самочувству, там, обычно, там, плавание или прогулка. Ну и постоянно мы не в России находимся, потому что у нас нет условий для тренировок. У нас в коньках все задействовано, нам нужны и ролики, и велосипед, и штанга, и беговые какие-то манежи, там, легкоатлетические. Потому что мы такие, ну, спринтерские, нам нужно бегать, там, прыгать, барьеры. Лед нам тоже нужен. У нас каждая мышца должна быть включена, развита. Потому что у нас руки и ноги задействованы, там, спина тоже. Ну, в общем, все у нас, все задействовано. Поэтому вот у меня после 30 случилось такое осознание того, что хочу ли я, надо ли. А может быть, уже дальше как-то развивается постоянно этот режим, спорт. Ну, ничего другого я, как бы, особо не вижу. Вообще у профессиональных спортсменов какие существуют бытовые проблемы? Обычно что волнует преддверие сборов? Где они будут, я не знаю, как вас встретят? Нет, у нас, вот это вот, когда ты в сборной, ты на эту тему очень, ну, не волнуешься. Называется, тебе сборная предоставляет все, он предоставляет тебе элементарь, зарплату, предоставляет все условия для тренировок, персонал, менеджера, потом массажиста, тренера. Ну, как бы, все дает для того, чтобы ты тренировалась и показывала результат. Мы просто обсуждаем там с менеджерами, что там мне, допустим, нужен новый велосипед, там, чехол, там, лезвие, и все. Не продумываешь, куда тебе поехать на сбор, как тебе заселиться, там, сколько, как денег заплатить. Все решает сборная, за все она вошляет, как бы. А если ты не в сборной, то уже самостоятельно, да, все эти вопросы? Да, ты договариваешься с регионами, выпрашиваешь, чтобы они тебе помогли, проспонсировали, поддержали, дали какую-то еще зарплату, потому что тебе кушать тоже надо, вот. И если у тебя регион там богатый, идет тебе на компромиссы, ну, верит в тебя, он, конечно же, дает тебе деньги на сборы, чтобы ты тренировался, там, выехал куда-то. Ну, все равно, дом есть дом для спортсмена, как бы, ты всегда хорошо дом отнялась. Но когда ты выезжаешь куда-то, у тебя уже организм, и, как бы, мозг, ты понимаешь, что у тебя сбор, где надо отработать, и все, и, как бы, там идет такая перестройка, и, ну, это действительно реально работает. Когда ты куда-то уезжаешь, у тебя все такое организм собрано, все работает, отрабатывает. Когда ты приезжаешь домой, у тебя такой организм, такой, о, молодец, такой, похвалит себя, что ты все это отработала. А почему у нас, в нашей стране нет возможностей? Казалось бы, у нас есть и снег, и лед, нашлись бы, наверное, и тренажеры, и ролики, или как-то, в чем мы отстаем? Ну, в нашей стране, конечно же, есть ледовые катки, это было раньше, ну, уже три. Раньше было три, Коломна, Москва, Челябинск. Сейчас Москву закрыли, отдали для больных видом, или пост, ну, в общем, для вот этой пандемии стадион у нас забрали один, осталось два. Сейчас в Иркутске один открыли, получается, опять снова три. Ну, у нас есть, мы, сейчас, когда была пандемия, мы большую часть времени в Коломне провели, но нам нужны такие, как бы, ну, дороги для велосипеда, летний период у нас. Очень много велосипедов, а дорог в России, как бы, мало, мало. Секундная проблема. Да, ну, еще у нас есть такая привычка, да, у всех, мы вот привыкли туда-то, туда-то, туда-то ездить, да, да, мы знаем уже, где зал, где там, ну, уже люди там свои есть, все, там уже, мы приезжаем, для нас все готово, ты только приходи там, тренируйся. Вот, и это тоже имеет место быть у нас в коньках, дело привычки. Конечно же, в России тоже можно найти места, к чему-то подстроиться, но это же надо искать, это же надо ехать, да, да, а кто этим будет заниматься, никому уже неохотно. Все же привыкли уже вот так вот, стандартно, вот туда-то приехал, все, там все готово, все есть, ну, легко. Где мы были, это в основном Испания, Кипр, Германия, Швейцария, Франция и Сочи. А, ну, было еще в 2011 году, мы ездили в, сейчас скажу, в Нью-Йорк, потому что у нас Ваня Скобрев был, там, на тот момент, в 2010 году, выиграл бронзу и серебро. И из-за этого он, он живет где-то недалеко от Нью-Йорка, и из-за этого мы поехали к нему на родину, туда, на сборы, тренироваться. Вот так вот нам один раз подфарктировали, благодаря Ване Скобрев. Ну, вот этот мой дом, почему-то он белый, конечно, дуржун, вроде. Да, да. А, это фонтан, в котором мы купались. Когда жарко было, какие-то у нас не случится? Да нет, да. Что это за бунт такой? Это было стандартное мероприятие, там еще такие приколы были, что в бассейн всегда бросали бутылки разбитые, чтобы дети там не купались. Но всем детям было настолько наплевать, там бутылка не бутылка, потом все ноги разрезаны, ты бежишь домой, получаешь по шее за то, что ты опять купался там, где не надо. В каком возрасте ты поняла, что у тебя жизнь, ну, не такая, как у среднестатистического ребенка, там, или подростка, что ты от много чего зависишь за тебе, много чего ты должна, много чего не должна? Когда вот это осознание пришло, что ты необычная? Где-то, да где-то вот в 13, наверное, в 14 лет, когда подружки мои закончили со спортом, начали жить вот этой подростковой жизнью, там, тусовки, ребята, какие-то там вот встречи. А у меня все по режиму, у меня там еще какие-то сборы, мне надо уезжать на какое-то время вообще из города там. И в этот период я поняла, что что-то не то, и меня уже, ну, как бы от подружек отписывают, и я вот пробовала даже бросить кикобежку для того, чтобы быть в этой тусовке. А почему выбор сделала в сторону? Как-то уговаривали взрослые? Да, со Спартака, со школы, с моей Лидией Полноскобликовой, у нас там была, ну, заведующая, тетенька, я просто пропала на неделю такая, тусила, и она такая, мне, Оля, ты где? И, в общем, она мне поставила на путь истинный, рассказала, раскрыла все карты, ну, конечно же, тренер мой личный, Журлёв Аслава Михайловна, тоже открывала мне все карты и говорила, для чего тебе нужно заниматься, что это тебе даст. И потом вот началось вот такое уже спортивное вот это вот тема, когда ты хочешь всех выиграть, всем кому-то хочешь доказать, хочешь стать лучше кого-то, и вот на этом фоне я осталась как бы в коньках, доказывая сначала кому-то, кому-то, потом себе, что я могу, я хочу. Я же еще хотела такую тему закронуть, связанную там с ситуацией, в нашем спорте с этими доперными скандалами, как это твоими глазами все выглядит? Я помню, я была, после Нового года мы приехали на чемпионат Европы, и мне такие, я прихожу в столовой, мне такие говорят, Оля, ты допер. Я такая, в смысле я допер? Они такие, ну, вот ты в списке доперов. И я помню, я как села, мне как затошнило жестко прям. Я такая, это что это вообще, как это вообще может быть-то вообще, вот как это может быть? У нас спортсмены есть такой, у нас есть паспорт крови, мы сдаем кровь и мочу, как бы, чуть ли не раз в месяц. Спортсмены ведут анкеты, дневники, где мы вообще проводим время, у нас нет такого, что у нас не записано. Всегда могут приехать в любой день допинговые, контролеры, да, контролеры, ассистенты, которые у меня возьмут кровь и мочу, ну, проверят на допинг. До Сочи, как же раз, когда мне приходили, каждую неделю вообще приезжали, в любое время они не говорят, Оля, мы завтра приедем. Они просто звонят тебе в 6 утра в домофон и такие, вот, допинг приехал к вам, открывайте. И когда это все поднялось, у меня был такой шок, потому что все вот эти тесты, они были, ну, у меня отрицательные, все, они были все чистые. И я никак не могла оправдаться, мне только была безвыходная ситуация, просто могла плакать. И ездить в суды, защищаться, что это не так. И, конечно же, ну, наша федерация предоставляла нам лучших адвокатов. Мы ездили в Швейцарию, защищали суды, оправдывались, что вот я не принимала допинг, что там какие-то в Сочи были дырки, где мы передавали мочу. Ну, там, вот это всего я не делала, я это всего не делала, как бы. На нас снимали из-под тишка, там, вот она тренируется, у нас здесь допер, там. Кто был с... Ну, такой гнилой человек, они везде есть, в каждой стране. И когда ты его там видишь, этого гнилого человека, он мог взять свои вещи, например, и уйти из раздевалки, где ты переодевался. Либо мог вообще там с тобой рядом не находиться, там, а пойти, видеть, что ты идешь, что ты... То есть, отворачивались люди только, где они доказывали ничего. Да, да. Там начались вот эти обсуждения, что, о, кто там заберет мою медаль в Сочинскую, кто... Ну, в следующей стране, там, кому она достанется. Интервью выходили у следующих девочек, кому бы, типа, эта медаль досталась. Вот это было самое противное, самое обидное, самое тяжелое для меня. Я просто помню, что я... Только у меня в голове было, Оля, будь, находись в этом спорте, находись вот в этой сфере, для того, чтобы, ну, не закончить и не показать тем, что я действительно допер. А как вот получается, что если все документы на руках, вообще... Как так, в принципе, может получиться? Ну, вот так, как это получилось, потому что у нас, типа, был такой чувак Родченков. И он, да, и он просто сказал, что вот это, вот это, вот это, она, типа, принимали допинг. А он как-то от балды показал? Да, да, и я не понимаю, за что он меня так казнил. Ну, вообще... И черкнул все эти годы работы адской. И черкнул все эти годы работы адской. Да, 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 он много вообще... Просто все вообще. Ну, конечно, где-то даже я ему благодарна, возможно, я бы и закончила бы, но на этом фоне, как бы, я, наоборот, обозлилась и стала доказывать спортивной арене корьков, что я не допер, я вот с вами нахожусь, я бегу, я тренируюсь. Вот берите меня, ну, дальше на, на вот эти вот сидела, махина, ну, как бы, пробы, смотрите. И я вообще ничего, ну, запретного не принимаю. Обычные, там, вот, бады, пищевые добавки для спортсменов и все. Как у тебя отношения с автомобилями складываются? Умеешь ли водить? Фанатеешь ли? Есть ли, ну, не знаю, какие-то, может, дорожные лайфхаки такие водительские? Как твое знакомство с этим? Так, на права я сдала чисто случайно. У меня подружка пошла учиться на права, и я такая, о, давай я с тобой. Она такая, ну, давай, ну, давай. А это как-то было между тренировками, между сборами, да? Мне уже было, получается, ну, 19, наверное, лет. И, конечно же, я это... Была, как обычно, на сборах, на тренировках, и там нужно постоянно посещать. Я не посещала, на меня очень сильно ругались. А тебе обучение на права легко давалось? Ну, вот, за исключением, что пропускали прибыльный стук, по какой-то стук, про барьеру, без... Да, было. Да, я вообще, как мой инструктор говорил, ты как обезьяна здесь водишь. У меня постоянно отключались руки от ног. Если я ногами там управляла, передачи на механике училась, переключала, то руль у меня не работал. Как бы он просто прямо ехал, никуда не объезжал, ничего. Постоянно ругалась, у меня был такой смешной инструктор, да, он так меня веселил, и что у меня, ну... Я вот, ну, отключалась, потому что мне так смешно было, и мне потом дальше, дальше забавляла эта вся ситуация, я как будто дальше специально делала такие ситуации, чтобы он бесился, и меня веселил, потому что... Да, да, потому что в том возрасте я просто, ну, смеялась очень много, для меня поражать было, это вообще святое, это просто мое любимое занятие было. Я могла прям просто кататься, потому что у меня, ну, как бы смешно очень сильно было. И вот он меня веселил, и мне постоянно, ну, отключались ноги от рук, как бы, и голова. Но мне все равно, как бы, ну, с инструктором нравилось заниматься, потому что это такой адреналин, это что-то новенькое, как бы, что ты когда-то едешь. Потом я покупала себе сама машину, там, купила на нее деньги, там, вот, от спорта, как бы, откладывала, мне оплатили зарплату уже, вот. Вот, где-то в 20 я купила себе первую машину, там, потом в 13-м году мне подарили за чемпионку мира машину, вот. И я не могу сказать, что я прям фанатею, как бы, что вот у меня там, ну, я, как бы, мне нравится, как бы, хорошего класса машины, что это, безусловно, чувствуется и доставляет комфорт и уверенность, и какое-то спокойствие внутреннее, что ты более-менее защищен, потому что у нас дурачков вокруг везде хватает, кажется, что я вообще хороший водитель. В ДТП я не попадала, где-то месяцев 6 назад мы задумывались о том, что, вау, было бы круто, как бы, ну, купить электромашину, ну, конечно же, там, Теслу, допустим. Мы смотрели, как бы, впереди, там, да, будущее, там, впереди электромашины, все равно, как бы, хочешь, не хочешь, не крути. И я даже видела в аудио появились электромашины. Есть, да? Да, есть. А в Челябинске? Да. Если бы был выбор, где жить, ты ведь уже в разных странах побывала, повидала много всего, где бы ты хотела жить? Вообще, мне очень нравится Россия, наш менталитет, наш народ, и я, как бы, вообще в другой стране себя, ну, плохо вижу. Были некоторые моменты и шансы, что я могла уехать в другую страну, там, ну, как бы, я понимала, что это, ну, не мой народ, я не смогу, ну, быть другой. И, как бы, меняться я тоже не хочу. Ну, вообще, если просто, как бы, вообще брать в сторону, конечно, безусловно, мне нравится Италия. Мне хочется куда-то уехать в теплую страну, типа Таиланда, и попробовать там пожить. Ну, я не представляю себя без снега, ну, как без снега, это же такая тоже веселуха, такая забава, ну, и поэтому, ну, не могу уехать из-за того, что здесь все время погода меняется, у тебя настроение тоже меняется, у тебя развлечения меняются, у тебя все по-другому. И мне нравится, что у нас там четыре время года, и, как бы, все это разное. Может, дети как-то повлияют, что уведут меня отсюда, но пока мне нравится наблюдать, что у нас Челябинск как-то развивается, становится лучше. Да, это очень медленно и очень, так, чуть-чуть, но мне приятно видеть, когда я приезжаю, там долго не бываю, месяцами, да, я приезжаю и смотрю, ой, здесь там скверик построили, здесь там забор убрали, здесь, наоборот, что-то добавили, здесь деревни, что-то. И от этого мне уже приятно становится, что он хоть как-то развивается, не глохнет, не затухает.